Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Победила в войне, поехала на участие в Олимпиаде По итогам съездили это успешно В неофициальном командном зачете сборная СССР набрала 494 очка Столько же американцы Героями игр в Хельсинки становились и обладатели серебряных и бронзовых медалей Среди них ученики старшего тренера сборной СССР В беге на выносливость Анатолия Зимина Владимир Казанцев и Александр Ануфриев Все из поколения победителей Отстоявших страну в Великую Отечественную И прославившие ее на беговых дорожках До выхода на мировую арену советских легкоатлетов На Олимпийских играх лучшими считались американцы Но в Хельсинки в ряде видов программы Наши наступили на пятки фаворитом В беге на 3000 метров с препятствиями Москвич Владимир Казанцев развил крейсерскую скорость И уверенно лидировал до последнего препятствия Ямы с водой, где разыгралась драма Смотрите, Казанцев неудачно приземляется в яму с водой И пропускает вперед американца Горация Ашенфельдера Позже выяснится, наш бегун порвал связку И больше никогда не сможет ставить рекорды Но он нашел в себе силы, чтобы продолжить бег и прийти вторым Владимир Казанцев, рекордсмен мира в стипльчезе Воевал на Калининском фронте, был контужен На длинных дистанциях у США нет шансов на медали Здесь царит чемпион лондонских игр феноменальный чех Эмиль Затопек В Хельсинки он сделал хэк-трик, выиграв золото в беге на 5, 10 тысяч метров и в марафоне Чего только стоит его финишный спорт в забеге на 5 тысяч метров А вот этот финиш в гонке на 10 тысяч По ходу этого бега он дает советы русскому бегуну прямо на дистанции Француз Мемон второй Но у всех на устах имя бронзового призера Это наш Александр Ануфриев Его обнимает сам великий Затопек А вот тренер Анатолий Зимин останется за кадром Хельсинской хроники Субтитры сделал DimaTorzok